Всем доброго времени суток! Вы смотрите обзоры второго турнира матчей Эдаен. Меня зовут Фэткэт. Приятного вам просмотра! Очередной матч с моим участием, как и следующий уже заключительный матч первого тура турнира. Играю я за Гондора, как видите, и против меня играет Ориджинал, как конечно же, конечно же, за Рохан. Итак, ну, начало боя, как обычно, стандартное. Все пытаются расстроить какую-то экономику. Я стараюсь сделать быстрые казармы, потому что, как бы, немножко опасаюсь того, что Рохан будет спамить крестьян. И, как видим, да, впервые за весь турнир, насколько я понимаю, он начинает спамить крестьян. Да, все правильно. Он спамит крестьян. Итак, в это время у меня начинают строиться первые отряды. Это будут копейщики Гондора, с помощью которых я, наверное, буду пытаться вынести вот это вот логово. Третья ферма начинает свое строительство, или, вернее, наверное, уже заканчивает, да. В это время у Рохана дела идут в плане экономики намного лучше. Пятая ферма скоро будет построена. И еще одна, наверное, на подходе. Ну-ну-ну-ну-ну, да. Шестая ферма. Один отряд крестьян скоро будет построен. И второй еще заказан. Неплохо. Конечно, можно было бы потратить чуточку больше денег и построить сразу же два крестьяна. То есть два отряда крестьян. Ну что ж, увидим. Итак, в это время что-то я зассал. Убираю своих копейщиков. Допускаю ошибку. Немножко они покоцаны. Наверное, нужно было бы все-таки сделать агрессивный режим. В данный момент выходит еще один отряд с лучниками. Так и не переключаю почему-то. Но лучники легко разбираются с песиками. И, в принципе, лого у меня в кармане. В это время отряд крестьян подбирается к моим границам. Наверное, я не помню. Возможно, я их заметил. Да, вот я их заметил в этот момент. И лучники должны с легкостью их разобрать на молекулы. Итак, в данный момент у меня есть лишь четыре фермы. Но зато целых два отряда. И в скором времени появится бонус денег от логова с варгами. В то время как оригинал даже не пытается захватить логово варгов. И таким образом, со временем экономика у нас должна как бы выровняться. Но, в принципе, на данный момент экономика рохана намного-намного лучше, чем у Гондора. Бонус получен. Еще одна ферма будет построена. И что мы видим? Еще один отряд лучников выходит из казарм. Пытаюсь немножко подкрысить крестьян. Но допускаю ошибку. И оригинал отправляет в атаку два отряда своих крестьян, которые с легкостью в спину раздают моим лучникам. Немножко не достает им скорости. И поэтому все-таки отряду лучников удается избежать печальной участи. И теперь уже два отряда крестьян находятся в окружении копейщиков и лучников Гондора. И поэтому, конечно же, будут уничтожены. Еще один отряд. На этот раз уже мечников Гондора появляется на поле боя. И скоро будет построен еще отряд лучников. Теперь уже у Гондора такая неплохая заварушка, которой можно что-то противопоставить Рохану. С другой стороны у Рохана довольно-таки неплохие запасы ресурсов. Строятся два отряда крестьян, насколько я вижу. Да, опять же, в медленном темпе расстраиваются, я имею в виду, войска оригинал. Здесь же не строится ничего. Значит, можно предположить, что эти деньги будут потрачены на героя. И если прикинуть его количество, количество этих денег, которые только что пропали, наверное, выйдет Теодрэд. Ну или, возможно, возможно, Гамлинг. Вроде бы Теодрэд стоит 1400. Ну что ж, скоро увидим. Итак, второе логово мне удалось зачистить с легкостью, никакого сопротивления со стороны Рохана. Поэтому на денежки дополнительные будут построены еще больше отрядов. Еще два отряда лучников, как видите, плюс еще два отряда мечников. Дела уже налаживаются. Чуть больше ферм появилось на моей стороне. Так что и экономика, в принципе, в порядке. Да, и с войсками все неплохо. Итак, где-то, да, вот вышел Теодрэд. То есть, на данный момент, в принципе, преимущество на стороне Рохана. Так что, потому что вот этими войсками у меня нет никакой возможности вынести этого героя. Кроме того, он может засрать своей вышкой территорию на карте. И это еще больше усложнит мне жизнь. Как видите, мне удалось подкрысить рабочего. Счастливая случайность, тем не менее. Еще один плюс на мою сторону. Но, в принципе, все, что хотел. На данный момент Рохан в лице Ориджинала уже построил. Так что, небольшой, конечно же, удар по его экономике. Ну, в принципе, с другой стороны, можно сказать, что это вообще не удар по его экономике. Теодрэд решает остановиться здесь. Даже возвращается. А, и заводит сюда отряд лучников, чтобы порастреливать мои войска по чуть-чуть. Я захватываю таверну. Потому как в таверне у Гондора строятся почти что самые сильные пехотинцы. Так что, это очень большой удар будет по Рохану с моей стороны. Еще одна заварушка по центре, возле реки. Идет на убой отряд крестьян. Наверное, Ориджинал просто решил разведать обстановку. Трачу еще немножко денег и строю Хоббита. Он, конечно, галимый герой. Но стоит дешево. Так что, почему бы и нет. Пытаюсь расстреливать Теодрэд. В принципе, это небольшая ошибка с моей стороны. Это бессмысленно. Так как, конечно же, можно его покоцать. Но вовремя, я думаю, Рохан его отведет в сторону. Ну, скоро увидим. Так, в этот момент я уже зачистил логово с троллями. Не решаюсь зачищать дальше, насколько я помню. А пытаюсь помочь своим войскам здесь. Да, как видите, Теодрэд ушел. Еще один герой появляется у Рохана. Это Гамлинг. Теперь уже он может штамповать неплохую пехоту. Но прикол в том, что пехота Рохана вот такая вот ничем не хуже пехоты Гондора. Или, наверное, правильнее будет сказать пехота Гондора ничем не хуже вот этой вот пехоты Рохана. Но, с другой стороны, у меня пехоты куча. А Рохан в данный момент ограничен КД вот этого вот скилла, чтобы строить такую пехоту. Поэтому, все же, преимущество небольшое, но на стороне Гондора в данный момент. Скиллов, к сожалению, Рохан еще никаких не получил. Ему не удалось зачистить много моих войск. В то время, как я получил уже два скилла за счет того, что зачистил логово с монстрами. Пытаюсь зачистить логово с троллем. И это, наверное, будет последнее логово в этой игре, которое я зачищу. Ввиду того, что по деньгам мне больше ничего не нужно. У меня почти забит предел населения. Но нужно очень захватить это здание, которое позволит мне призвать, если я не ошибаюсь, подкрепление из Доламрота. Или просто, короче, подкрепление из каких-то там земель Гондора. Уж извините, я не очень подкован по части лора. Проще говоря, четыре халявных отряда, разномастных отряда пехоты и лучников, которые довольно-таки неплохо помогут мне в бою. Ну, отряды же эти, конечно же, даются, господи, не на время, а на бесконечно, пока они не будут убиты. Так что довольно прикольный скилл. Наверняка... О, мы смотрим небольшую заварушку. У меня несколько отрядов. То Доламрота вышла уже, и Гамлинг пытается их подкрысить. Но, как видите, у них очень много здоровья. Даже в агрессивном режиме нужно три тычки, чтобы Гамлинг их смог завалить хотя бы одного воина. Поэтому он решает свалить куда подальше. Кроме того, он, наверное, засал, потому что я заюзал на них баф на урон. К сожалению, они очень медленно передвигаются. И даже ввиду того, что баф на урон дает нам скорость передвижения, здесь, кстати, неправильный перевод. Скорость передвижения, а не атаки. Они все равно не в состоянии догнать его. Наверное, в данный момент я где-то занят сражением вот здесь. Поэтому не замечаю, что творится прямо здесь. А это плохо с моей стороны, так как здесь лучники... О, нет, извините, я ошибся. Лучников здесь нет. Почему-то он их увел. Лишь вышка расстреливает. Ну, она мне, в принципе, не очень страшна, потому что, как я уже заметил, у них очень много здоровья. Гамлинг убегает. Покоцный гамлинг убегает. Так, что-то я раньше говорил, но потерял мысль, потому что отвлекся на вот эти вот события. Наверное, я хотел рассказать о том, что есть небольшой промежуток времени между тем, когда мы можем получить призыв этих халявных войск от захвата этого здания. Кстати, вы, наверное, заметили, что скилла призыва здесь нет. Это просто глюк реплея. Так что не пугайтесь, он на самом деле здесь есть. Да, затормозили здесь мои войска. Надо было раньше послать их в атаку, поднимать деньги, но, конечно же, я немножко заслоупочил. Поэтому армия здесь в центре моя была немножко покоцана, если это мягко можно так выразиться, потому что половина армии померла, призванные отряды тоже были убиты. Лишь один отряд лучников остался где-то с половиненной. Как видите, здесь у меня есть фарамир, и он получил целый четвертый уровень, поэтому он дает всем моим войскам, которые пешие, дает им целых 50% к урону. Поэтому Т-отряд умирает. Первый отряд скаутов, вернее рейнджеров, ну их один хрен, как их называть, появился на поле боя. Теперь уже большой урон я могу наносить издалека. Было бы еще неплохо как-то изучить огненные стрелы, на которые, да, пока что у меня нет денег, потому что нужно поулучшать все эти здания. В этот момент Рохан накопил очки на хилку. У него очень много денег, но, скорее всего, они будут сейчас потрачены на то, чтобы воскресить Теодреда, потому что я не вижу, чтобы он как-то упорно штамповал какие-то войска, поэтому, да, наверняка, они уже, в принципе, потрачены на Теодреда. Гамлинг пытается убежать, но, опять же, стрела Фаромира, плюс куча стрел из разных источников не дают ему это сделать. Уже довольно-таки большая заварушка, и с помощью обычной пехоты можно с легкостью повыносить здание Рохана. Пытаюсь дальше спамить мечников до Ламрата, к сожалению, я не успеваю управлять всеми фронтами, поэтому они страдают, очень страдают от этой вышки. Нельзя тоже, к сожалению, посмотреть, что сейчас здесь нанимается. Но можно предположить, что практически ничего, потому что деньги у меня накапливаются, но не тратятся. Улучшение, да, улучшение было проведено, значит, скоро будет еще улучшение третьего уровня. Кроме того, как видите, строятся осадные орудия, потому как в данный момент я посчитал, что войска мне больше не нужны, так как Рохан больше ничего не строит, и, наверное, пришло время построить какой-то мощный требучет, который снесет, поможет мне снести крепость Рохана. Довольно много войск. Урон, конечно же, у них очень маленький, потому что большинство этих войск это лучники, у которых нет апгрейда огненных стрел, поэтому здание умирает медленно. Но все-таки уверенно, потому что никакого сопротивления со стороны Рохана почему-то не оказывается. Несколько отрядов мечников Дал Амрата уже были построены с этой стороны, возможно, даже несколько отрядов выйдет еще в будущем, а может быть и нет. Это отряд воскрешен, новая вышка внутри с гарнизоном лучников, которые неплохо-таки могут попортить жизнь моим немногочисленным отрядам. Новый герой это Элвин, к сожалению, допускает огромнейшую ошибку оригинал и отправляет ее по всем моим войскам. В итоге она просто загибается из-за бонуса от урона копейщиков по коннице. Огромный урон наносит Фаромиру, даже минус того, что он был в агрессивной позиции, то есть у него меньше брони, но, к сожалению, он больше уровнем, а она всего лишь первого уровня, поэтому скилл не убивает его. Покотный Теодрад, но Рохан его исцеляет. К сожалению, это не очень-то спасает его шкурку, потому что довольно-таки много лучников, плюс Фаромир и наносит большой урон Теодраду. Он заводит, Рохан заводит его за вышку, чтобы получать поменьше урона от лучников, и, конечно же, лучники переключаются на вышку, потому что я снова заслоупочил и не переключил их на Теодрада. Как видим, появляется первый Трибучет на поле боя, и это уже, в принципе, проигрышная ситуация для Рохана, потому что у него нет ничего, что могло бы одновременно отбить эти отряды лучников и в то же время вынести этот Трибучет. Если бы, если бы ему удалось вынести этот Трибучет, то, наверное, он смог бы еще продержаться кое-какое время. Мы видим еще один отряд лучников, которые тоже вскоре будут убиты. Уже был произведен обгрейд огненных стрел, к сожалению, денег, наверное, не хватило на все, а может быть, снова затормозил, но многие лучники теперь могут довольно-таки неплохо дубасить. Теоден умирает, и больше я не вижу ничего, что могло бы воспрепятствовать поражению со стороны Рохана. Нет, все-таки есть герой, есть Эовин, какие-то умельцы как-то умудряются валить по ней, может быть, это Трибучет наносит урон, я даже не знаю. Еще несколько очков силы я получил, поэтому появляются орлы, но, конечно же, это тоже было не обязательно, потому что больше никаких зданий у Рохана нет, и вскоре он проиграет, что сейчас и произошло. Итак, спасибо вам за внимание, такой небольшой ролик получился, еще один на очереди, и, наконец-то, я уже закрою ролики по турниру, по крайней мере, по первому туру. Ну что ж, до встречи, друзья. видео. Продолжение следует...